В отделении для самых маленьких детской горбольницы Белово сегодня 17 ребятишек. Вес каждой малютки при рождении не достигал и двух килограммов. Чтобы работать с такими пациентами, нужно быть человеком широкой души, крепкого сердца и высокой квалификации. Все процедуры с такими малышами проводятся в период бодрствования. Это достаточно краткий промежуток времени, а успеть надо все. Особое внимание тем, кого оставили родители. Именно медицинские сестры, а в данном случае точнее будет сказать сестры милосердия, заменяют этим малышам мам, дают им имя, купают, стараются почаще брать на руки. Евгения Пескаева пришла сюда работать сразу после окончания Беловского медицинского училища. Житейского опыта, да и опыта общения с детьми у нее было еще мало. Помните свой первый рабочий день? Запоминается все с трудом, но после училища я пришла на стажировку сюда сразу в 97 году, мне было 18 лет. В отделении реанимации на смене сегодня Ольга Кирсанова. Отойти от своего маленького пациента она не может ни на минуту. Ему всего два месяца, а диагноз на нескольких листах. Ольга Генриховна, медицинская сестра первой категории, готовится к аттестации на высшую. На торжественном собрании в честь Дня медицинского работника медсестра Ольга Кирсанова будет отмечена в числе лучших представителей своей профессии. Стаж работы постовой медсестры Веры Михайловой больше 30 лет. Говорит, что она как часовой, всегда на посту, но работает в удовольствии. Я люблю детей, люблю своих маленьких пациентов. И оказание помощи им, это же здоровье нашего будущего поколения. Так что, ну одним словом, моя работа – это моя жизнь. И хочется поздравить всех медицинских сестер, всех своих коллег, коллег с праздником, пожелать им счастья, здоровья и терпения в нашем нелегком, но таком нужном труде. По программе «Модернизация здравоохранения» в 2011 и 2012 годах для детской больницы номер один приобретено современное лабораторное оборудование. Новые мощные биохимические анализаторы крови есть далеко не в каждой больнице Кузбасса. Своего рода подарком медработникам в нынешнем году станет и ремонт здания детской горбольницы. Срок сдачи – осень 2012-го.